Украинские столицы 13.00 в эфире свежий выпуск новостей и о главном к этому часу. Международный суд ООН не имеет права рассматривать иск Украины против России. Это пытаются доказать представители российской делегации на слушаниях в Гааге. Делегация из Москвы настаивает на том, что Кремль не финансирует боевиков на Донбассе, а незаконную анексию Крыма оправдывает якобы свободным выбором жителей полуострова. Также российские представители утверждают, на государственном уровне Россия не вмешивается в войну на востоке Украины, а значит, не нарушает конвенцию ООН по борьбе с финансированием терроризма. Международная конвенция по борьбе с финансированием терроризма не касается финансирования на государственном уровне. Это и была позиция России с самого начала. И в отличие от статей конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказаний за него или конвенции против пыток, текст Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма не имеет отношения к ответственности целого государства. Украинская делегация представит свою позицию суду во вторник. Иск против Москвы Украина подала 16 января 2017-го. Киев требует признать вину России в финансировании боевиков в Донецкой и Луганской областях, крушении малазийского Боинга на Донбассе, обстрела пассажирского автобуса под Волновахой в 2015-м и дискриминации нацменьшинств в аннексированном Крыму. Ранее суд уже вынес решение о том, что Россия должна возобновить деятельность крымско-татарского Меджлиса в Крыму и прекратить преследование местных активистов. Верховная Рада 8-го созыва на пороге рассмотрения самого масштабного законопроекта в каденции. Об этом заявил председатель парламента Андрей Порубий на заседании Согласительного совета. Речь идет о проекте закона об избирательном кодексе, который планируется вынести на голосование 6 июня. На Согласительном совете работает корреспондентка ЮЭТВ Ольга Михалюк. Она с нами на прямой связи. Добрый день, Оля. Какие вопросы еще обсуждали на сегодняшнем заседании? Здравствуй, Станислав. Прежде всего, спикер Андрей Порубий на Согласительном совете обратился к депутатам с месседжем о том, чтобы было больше дела, меньше слов. Сейчас все больше выступлений не только глав фракций, но и просто народных депутатов. И вот такой механизм предложил спикер. Это первые пять депутатов, которые пришли ранее всех, могут выступить и сказать о проблематике, которую они хотят поднять, и не больше, и не опаздывать на Согласительные советы. Вот с такого месседжа началось сегодняшнее заседание. Что же касательно повестки дня, не только избирательный кодекс. Во вторник сессионная неделя начнется с внесением изменений в правила пользования ремнями безопасности и мотошлемами. Будет усилена ответственность, если этого не делать. И также рассмотрят о льготном проезде и внесут изменения в нормы, касающиеся проезда льготников. В этот же день, скорее всего, во второй половине утреннего заседания будут рассматривать закон о временных специальных и временных следственных комиссиях. Чем интересны эти нормы? Законопроекты лежат в парламенте с 2014 года, и вот ко второму чтению могут уже подойти на этой неделе. Следственные комиссии, там есть норма об импичменте или отставке президента, а специальные комиссии, это как бы нормы парламентского контроля в случае, если есть сигналы от государственных органов власти или местных органов, если они принимают какие-либо неконституционные решения, которые могут угрожать суверенитету Украины. И в этом случае образуются вот эти вот комиссии для парламентского контроля и вынесения решений. И вот уже к четвергу, скорее всего, к вечернему заседанию должны подойти к избирательному кодексу. На прошлой неделе его одобрил комитет. Говорится об изменении подхода к законодательству, то есть это будут открытые списки и пропорциональная система, то есть отказываться от мажоритарки. Я предлагаю послушать еще, что говорит спикер об этом законопроекте. Избирательный кодекс – это один из самых больших проектов, который мы рассматривали за свою каденцию. Очень важно, чтобы мы могли максимально профессионально провести компетентное обсуждение по вопросу этого кодекса. Если бы комитет рассматривал этот кодекс снова со всеми правками, то это бы затянулось на 8-9 месяцев. Поэтому комитет дает возможность рассмотреть этот кодекс в зале. Когда бы ни был принят этот законопроект, все же нынешние досрочные парламентские выборы пройдут по старому законодательству, с мажоритарной системой. Но одна из фракций парламента говорит, что и оснований к проведению досрочных выборов нет, потому что распуск Рады был незаконным. И вот судьба их обращения к Конституционному суду прошел глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак. Мы считаем, что юридических оснований для распуска парламента не существует. Конституционный суд по заявлению народных депутатов уже открыл производство касательно неконституционности распуска Верховной Рады. Мы обращаемся в Конституционный суд, чтобы они вынесли решение о ускоренном процессе рассмотрения этого вопроса. Должны получить законный вывод суда до 21 июля. Ну и касательно избирательного кодекса, скорее всего, эта неделя и рассмотрение законопроекта не ограничится, потому что там почти 5000 поправок, а сессионная неделя заканчивается, следующая не пленарная. То есть, скорее всего, законопроект об избирательном кодексе, если быстро будут рассматривать технические поправки, могут проголосовать уже начиная на пленарной неделе с 18 июня. Студия. Спасибо, коллега, за подробности. Корреспондентка ЮЭТВ Ольга Михалюк с подробностями заседания Согласительного совета. Верховная Рада планирует взяться за рассмотрение законопроекта об избирательном кодексе в четверг, 6 июня. Первое национальное масштабное мероприятие, посвященное насилию над детьми. Ключевые темы конференции – разработать систему сборов данных о детском насилии и предупредить насилие с помощью образования. Статистика физического и эмоционального насилия над детьми остается в Украине тревожной. По данным последнего отчета детского фонда ООН ЮНИСЕФ, более 40% родителей в Украине считают допустимым эмоциональное насилие над детьми. Еще 14% считают применение физической силы против детей воспитанием. Также, по последним данным отчета ЮНИСЕФ, 67% детей столкнулись с проблемой травли, буллингом в школах. Половина из них стали жертвами издевательств. По нашим данным, на конец 2018 года мы зарегистрировали более 110 тысяч обращений по поводу насилия в семье, в том числе в отношении к детям. Это на 13% больше, чем в прошлом году. Но из этих обращений всего 1 тысяча касается детей, то есть это менее 1%. Это говорит о том, что эта проблема не очень разглашается. Согласно последним данным, 67% детей сталкиваются с буллингом. 42% родителей думают, что эмоциональное давление на детей может иметь место во время обучения. И, к сожалению, 44% взрослых ошибочно думают, что если ребенок – свидетель домашнего насилия в детстве, это не приведет к жестокому поведению во взрослой жизни. 16 человек погибли, 9 терроранены в результате теракта в Сирии. В центре города Азаз взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. Взрыв произошел в воскресенье вечером возле рынка, где на тот момент были десятки людей. Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за нападение. 5G запустили в Великобритании. Пока высокоскоростная сеть мобильной связи доступна в наиболее густонаселенных городах – это Лондон, Бирмингем, Манчестер, Эдинбург, Белфаст и Кардив. До конца года 5G должна появиться еще в десяти местах. Таким образом, Великобритания присоединилась к Швейцарии, Монако и Сан-Марин, где уже действует новый стандарт связи. Более 22 тысяч самолетов и свыше 100 модификаций летающей техники разработало украинское авиаконструкторское предприятие «Антонов». На самолетах этого концерна было установлено более 500 мировых рекордов. О том, как сейчас работает и что создает авиапредприятие более чем 70-летней истории, узнавал Артем Голуб. Виктор строит самолеты уже более 50 лет. Создавать летающие машины – мечта его с детства. Здесь его задача – проверять детали на прочность. Эксперимент касается усталостных нагрузок, то есть это ресурсные испытания, как здесь. И есть еще испытания до расчетных нагрузок. Мы имитируем те нагрузки, которые есть в эксплуатации. После того, как все детали прошли проверку, их отправляют в цех финальной сборки и модернизации самолетов. Здесь инженеры-авиаконструкторы создают новые машины и усовершенствуют уже построенные. Разбирается, осматривается. Есть программы, пишут, наука пишет конструктора. Мы получаем вот такую купу бумаг, где расписано, что нам делать. То есть осмотреть, разобрать, устранить дефект. Сейчас на предприятии Антонова собирают 10 самолетов. Все по заказу иностранных инвесторов. Остался процесс комплектации этих самолетов оборудованием. Оборудование на эти самолеты сейчас проходит процесс импортозамещения, так называемый. По-нашему, это глубокая модернизация с заменой российских комплектующих на компании западных партнеров или украинские комплектующие. Научиться управлять самолетом тоже можно на базе Антонова. Для подготовки будущих пилотов здесь разработали специальные авиатренажеры. Они летают, как будто бы реально машина шевелится, что-то делает неправильно, ударяется, если надо. Короче, полностью создается весь полет, который надо делать. Здесь проектируется. Загон на посадку, отказные ситуации, пожар двигателя, не выпуск шасси и прочее, прочее. Здесь все имитируется, как на живой машине. Каждому будущему пилоту следует налетать на таком тренажере более 20 часов, прежде чем пересесть за штурвал и подняться выше облаков. Артем Голуб, Сергей Савчук, UATV. К этому часу пока что все. Это и другая актуальная информация есть на наших страницах в соцсетях, а также на четырех языках на сайте телеканала UATV.ua. Следующий выпуск на русском языке. Менее чем через два часа оставайтесь с нами, будьте в курсе и знайте больше. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова